Украинские власти ведут себя, ну как минимум неадекватно, мы уже привозили пример, они сначала спроецировали американский флаг на родину-мать. Ну что говорить о незалежности, если на родине-матери американский флаг, флаг Соединенных Штатов Америки, не украинский. А далее, изменив название, отказались от такого слова, как родина, то есть отказались от своего, от себя отказались, от родины отказались. Это более не родина-мать, это теперь мать Украины. Нет больше украинцев родины. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вас спросить, почему вот пропагандисты, россияне действительно никак не угомонятся с этим монументом? Много разговоров в эфирах, много видео, снимают, пишут посты. Что случилось? Ну, слушайте, значит, ну тут можно, конечно, выделять отдельные жанры, значит, возмущение, что там пишут о том, что вот эта вот замена, замена символа на вот этом монументе, это просто вот из русской женщины. Ну, короче говоря, вот эта эротическая тема тоже поднимается в обязательном порядке, но это, так сказать, выдает такое, это все по фрейду, выдает всякие тайные мечтания, когда люди говорят о таких вещах. Значит, ну, в целом, да, слушайте, это главный сакральный миф, основной сакральный миф путинского режима – это победобесие. Победобесие, и вот любые символы этого самого победобесия, они, в общем-то, воспринимаются как удары по главному центральному сакральному мифу, как святотатство. То, что это, в общем-то, этот монумент находится не на территории России, а находится на территории суверенного государства, это совершенно не касается, поскольку Украина, собственно, как и весь мир, как известно, у России границы нигде не кончаются, поэтому это все неважно. Где бы то ни было, будь то в странах Балтии, будь то в Германии, будь то в Польше или где угодно, если вот кто-то дотрагивается или как-то посягает на вот эти символы, касающиеся сакрального мифа, это воспринимается как покушение на, вообще на самое святое, на самое важное для вот этих вот глубинариев, для сторонников путинского режима. Так что это неудивительно. Ну, а есть и вторая сторона вопроса. Понимаете, тут же идет у них соревнование. Для того, чтобы понять, что происходит в российских пабликах, в российском телевизоре и в российской политике, надо исходить из очень простой вещи. У них идет соревнование. Соревнование за самого лучшего ученика. Кто? Они ищут поводы. Это же повод оскорбиться, повод обидеться. Они бегают по всему миру со своим раздутым эго и пытаются этим самым эго, этой самой распухшей святыней какой-то задеть кого-то для того, чтобы обидеться и сказать, что вот на них напали. Напали на их святыню. И это соревнование, соревнование за право называться лучшим учеником, кто круче ответит на это вот оскорбление. То есть это конкуренция, такая внутривидовая конкуренция, которая существует в российском телевидении и в российской политике. Потому что депутаты тоже стараются каким-то образом отличиться. Прошли те времена, когда я анализировал поведение депутатского корпуса в 90-х годах, в том числе изнутри, когда сам был депутатом первого созыва Госдумы. Ну и в дальнейшем, в общем-то, это представляло определенный интерес. И было огромное количество, и в нулевых годах было огромное количество таких спящих депутатов, которые просто вот весь срок свой, они, в общем, не появлялись в здании Государственной Думы. Сейчас такого нет. Сейчас им надо бороться за то, чтобы не выпасть из обоими. Сейчас они стараются, так сказать, как те самые отличники, тянуть руку, чтобы их первый учитель спросил, и стараться отличиться каким-то образом. Ну вот как раз вот эта замена символики на, вполне естественная замена символики на монументе, она просто хороший повод для того, чтобы отличиться, для того, чтобы там сказать что-то, выступить, так сказать, с ответом на это якобы оскорбление. Хотя, казалось бы, ну какое дело вообще людям до того, что происходит в государстве, с которым, тем более, ваша страна ведет войну. Но это повод, лишний повод для того, чтобы поорать. Интересно, напишут ли об этом в новом учебнике истории. Три причины для начала СВО. В Москве представили новый учебник истории для 10-11 классов, в котором есть раздел, посвященный войне в Украине. В частности, в учебнике будет глава с такими параграфами, я цитирую. Фальсификация истории, возрождение нацизма, украинский неонацизм, новые регионы. Учебник представил министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента РФ Мединский. Это тот самый, который участвовал в переговорах в Турции в первые дни вторжения РФ. Ну, переписать историю на свой лад, это в их стиле. Действительно, все нарративы российской пропаганды о том, что США будут воевать до последнего украинца. Игорь Александрович, хочется услышать ваше мнение по этому поводу. По поводу новых учебников, новых экзаменов. Вы знаете, во всех новостях российских есть вещи, которые очевидным можно было предсказать. А есть вещи не столько очевидные. Вот, например, указ главы российского правительства Мишустина о создании реестра русских сказок. Это, в общем, такое ноу-хау неочевидное. Вот, это надо было еще додуматься. Ну, кстати говоря, очень полезно, потому что вот как раз первым документом, который может претендовать на место в этом реестре за номером один, это как раз этот учебник истории. Вот, если реестр русских сказок – это такая неочевидная вещь, инициатива, ну, надо отдать должное Мишустину, он, в принципе, угадал. Как раз этого реестра очень не хватало сегодняшней России, потому что сказки – это вот как раз то, чем занимается российский телевизор, и, в частности, вот этот вот новый учебник истории. Учебник истории – это была абсолютно ожидаемая вещь. Потому что, ну, слушайте, вот 1 сентября школьники придут в классы. 11-классники – это люди, в общем-то, которые уже практически почти попадают под новый указ о мобилизации, то есть там с 18 лет. А этим ребятам, в общем, как раз кому-то 16, кому-то 17, кому-то и 18. То есть уже как бы все, уже это люди, которые подпадают под мобилизацию. Естественно, для этих людей, для их родителей непраздным является вопрос – а что это происходит? А что это за, так сказать, странное какое-то мероприятие, которое называется специальная военная операция, а там уже несколько сотен людей, россиян погибло, и идут постоянные сообщения о каких-то грандиозных боях, то есть что-то происходит. И надо, естественно, они будут как-то так, наверное, спрашивать, а может не спрашивать, но просто в головах у них будут возникать вопросы, что происходит. И это вряд ли кто-то будет исключением. Особенно, я еще раз подчеркиваю, 11-й класс – это те люди, которые, ну, знают уже, что через какое-то время их просто заберут на войну. И возникают вопросы – а что это за война, зачем и так далее. И для того, чтобы, ну, что называется, в кавычках «правильно» ответить на эти вопросы, вот создается этот учебник истории. Ну, не только для этого, конечно, но, во всем случае, для этого тоже. Поэтому он крайне актуален. Это не первый, не второй, не десятый раз, когда учебники истории становились не только историей, но и литературой, и обществоведением становились инструментом лжи и пропаганды. Но, пожалуй, я должен сказать, что, ну, я просто как человек, который всю жизнь преподает, и более 40 лет, по крайней мере, порядка 45 лет занимаюсь преподаванием в ВУЗах, занимался, вернее, преподаванием в ВУЗах российских, я хорошо знаю, что такое война учебников. Помню хорошо учебник, значит, краткий курс истории ВКПБ, который еще в мою бытность преподавания еще некоторые преподаватели вспоминали. И, в общем-то, ну, сказать, что он был главным учебником, уже нет, но тем не менее. Так вот, я должен сказать, что по сравнению вот с кратким курсом сталинским, вот этот новый учебник, у которого три автора, Мединский, Академики Чабарьян и Таркунов, он, пожалуй, переплюнул, потому что, во-первых, ну, что такое этот учебник? Это вот я просто просмотрел, естественно, я его не раскрывал, поскольку его в продаже нет, и, в общем-то, купить его у меня нет возможности, но, тем не менее, большое количество скриншотов, большое количество цитат из этого учебника позволяет понять, что это такое. Значит, это на самом деле, значит, конспект, выжимка из высказываний Путина, Медведева, Соловьева, Симоньян и так далее. То есть это вот конспективное изложение того, что последние годы говорил Путин, особенно последние месяцы говорил Путин, Медведев и российский телевизор. То есть вот просто-напросто взяли это все, законспектировали и, как правило, без кавычек и ссылок издали в виде учебника. Там все эти разговоры о нацистской Украине, о том, что, значит, все это вот американцы, значит, разговоры о том, что, да, Брежневское время – это благословенное время процветания, о том, что, значит, все развалил Горбачев, ну и дальше-дальше все, что касается сегодняшней трескотни по поводу вот этой вот специальной военной операции, а на самом деле агрессивной, преступной, кровопролитной войны. Ну, все основные вопросы там затронуты и про агентов, все сказано, что это предатели, и про интернет, что это помойка, на которую надо относиться очень осторожно. Ну, все вот практически конспекты из выступлений Путина и его обслуги. Значит, это, безусловно, судьба этого учебника, я надеюсь, недолговечна, потому что, в общем-то, учебник этот будет до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле. Надеюсь, что это ненадолго. Ну, тут как пойдет. И, безусловно, это серьезная проблема, потому что, во-первых, это проблема для преподавателей, потому что, если, значит, начать что-то говорить вразрез с этим учебником, то есть высокая степень вероятности, что кто-то настучит, и преподаватель может отправиться на какое-то количество, на какое-то количество лет преподавать историю, так сказать, своим сокамерникам, вот. А, значит, за что тоже можно, кстати, получить дополнительный срок. Что касается детей, то и их родителей, то это вот такое, ну, тех, кто вообще что-то думает, что-то понимает, что-то хочет понять, то это тоже серьезный вызов, потому что, значит, конечно, своим детям стоит рекомендовать все-таки нормальные книжки читать, в том числе по истории, но тут проблема. Проблема в том, что все-таки экзамен будут принимать в соответствии с этим учебником. И человек, который будет говорить то, что на самом деле, а не рассказывать вот эти вот фашистские сказки, которые изложены в этом учебнике, рискует, во-первых, лишиться диплома о среднем образовании, и, во-вторых, что главное, это рискует просто получить уголовное дело на родителей и на себя тоже, если человек достиг определенного возраста. Но в любом случае есть случаи, когда за неправильное с точки зрения власти, даже за рисунок ребенка родители, во-первых, лишаются родительских прав, а во-вторых, отправляются на тюремный срок. Поэтому это, несмотря на всю анекдотичность этого произведения, значит, этой макулатуры, тем не менее, это очень серьезный вызов, хотя и ожидаемый. Много задымлений произошло и в Крыму, и в Курске, и даже во Владивостоке, но самое основное и красивое это было на заводе в Сергеевом Посаде. На том заводе круглосуточно делали прицелы для танков, для самолетов и оборудование для ракет. Но основная версия, которую сообщает российская пропаганда и прокуратура, это то, что рванул некий склад бытовой пиротехники. Ну, во-первых, откуда мог там быть склад пиротехники на военном объекте, а во-вторых, откуда появились боеприпасы на территории? Что вы скажете? Вы знаете, вот для того, чтобы все-таки твердо высказывать какую-то версию, надо иметь инсайд, надо иметь источник. Источника у меня нет. Поэтому можно просто пытаться рассуждать методом исключения. Вероятность того, что там вот этот взрыв произошел в результате каких-то там, какой-то склад пиротехники. Ну, что делает склад пиротехники на военном заводе? Вопрос. Значит, ну, это действительно вопрос. Наиболее вероятная версия, это все-таки, это все-таки какое-то либо партизанское действие, либо это работа, значит, украинских диверсионно-штурмовых групп. То есть и то, и другое вполне возможно. Потому что на самом деле, ну, я буду страшно удивлен, если потом выяснить, то есть я не могу поверить, что Украина, вооруженные силы Украины, украинская разведка не занимается, так сказать, организацией каких-то акций против военных заводов России. Ну, в это поверить невозможно. Идет война. И поэтому на войне без ударов по военным заводам противника не бывает. И Украина наносит эти удары. Ну, другой вопрос. Было бы смешно, если бы Украина каждый раз подписывалась под каждым уничтоженным объектом. Поэтому для меня, ну, и это не имеет решающего значения, что российские это партизаны или диверсионно-штурмовая группа Украины это сделало, в данном случае значения не имеет. И то, и другое, вполне законные действия. Поэтому точных данных у меня, естественно, нет. Но для меня, вот из того, что я знаю, наиболее вероятны это вот эти вот варианты развития событий. Вариант случайный какой-то, ну, как украинцы обычно шутят, что, значит, русские очень много курят на всяких объектах. В результате у них тонут корабли, взрываются заводы, ну, и сходят с рельсов поезда. Ну, что ж, будем считать, что это такой вот украинский военный юмор. Игорь Александрович, на последок спрошу вас еще по поводу зерновой сделки. Ройтерс пишет о том, что после атак украинских морских беспилотников на российские корабли в Черном море для России усложнился морской экспорт зерна. Это может вызвать рост мировых цен на пшеницу. И уже начался рост затрат на перевозку груза. За последние дни выросла стоимость страхования судов, направляющихся в российские черноморские порты. И также риски в Черном море увеличивают стоимость фрахта для Москвы и подталкивают ее к сотрудничеству с менее надежными судоходными операторами. Ну, видимо, выход России из зерновой сделки, он не выгоден никому. И вот скоро Путин все-таки приедет к Эрдогану. Как вы считаете, возобновляют ли эту сделку? Ну, во-первых, вот ваша уверенность в том, что скоро Путин приедет к Эрдогану, ну, я понимаю, что такое возможно, так сказать, сообщение между Москвой и Анкарой существует, но у меня есть сильное сомнение в том, что, ну, по крайней мере, я позволю себе сомниться в том, что он приедет к Эрдогану, потому что все-таки, хоть и Турция не присоединилась к римскому статуту, и у Эрдогана нет обязанности выдать военного преступника Путина международному уголовному суду, но такая возможность существует. Просто поскольку Эрдоган все-таки человек амбициозный, и слава человека, который в одиночку, по сути дела, прекратил войну, ну, а выдача Путина в международную уголовную, в ГАГУ, она фактически означала его прекращение войны. Поэтому я думаю, что Эрдоган такого искушения может и не преодолеть. Ну, это так, на полях нашей с вами беседы, значит, ну, по крайней мере, у меня есть сомнения, что он поедет. В принципе, я думаю, что он предпочтет дистанционный разговор, тем более, что содержание этого разговора это не изменит. Теперь, что касается содержания разговора, я все-таки думаю, что Эрдоган это единственный человек, который может и умеет разговаривать с Путиным с позицией силы. А сегодня силы на его стороне. Турецкий Черноморский флот значительно сильнее российского. И фактически Путин, выйдя из зерновой сделки и достаточно амбициозно заявив о том, что вообще Черное море, фактически он объявил Черное море внутренним озером России, заявив о том, что все суда, которые следуют в украинские порты, будут военными целями. Ну, тем самым он навлек на себя некоторые проблемы. Украина уже объяснила, где находится Черноморский флот. Его место под водой, там же, где находится крейсер Москва. Поэтому вот в той ситуации, в которой сейчас находится Россия, я думаю, что Путину было бы логично, опять-таки, не исходя из интересов мира, человечества, Украины, а просто из своих шкурных интересов ему было бы логично дать себя уговорить Эрдогану. Ну, самое-самое простое, вот Эрдоган, друг, уважаемый, так сказать, диктатор, было бы логично уговорить себя вернуться в зерновую сделку, то есть сохранить лицо. Не просто так, вот сегодня вышел, завтра вошел, нет. А вот Эрдоган, то есть, короче говоря, Эрдоган дает ему хороший повод сохранить лицо, без большого позора вернуться в зерновую сделку. У меня есть сильное подозрение, что так и будет. Я в этом, конечно, не уверен, как нельзя быть уверенным ни в одном действии, которое производит вот этот преступный безумец Путин, но, тем не менее, я думаю, что вероятность того, что Эрдоган сможет убедить Путина вернуться в зерновую сделку, она достаточно велика. Игорь Александрович, спасибо вам за мнение, спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я желаю вам хорошего дня и нагадаю, что Игорь Яковенко, росийский опозиционный журналіст, был и с нами на связку. Мы же сколько проходили эти битвы за передачу Украине оружия. Ну, еще до этой администрации с жевелинами еще начиналось, ни в коем случае нельзя. Потом последовало с гаубицами, хаймерсами, аваронсами, патриотсами. Вот сейчас два последних барьера. Этакс и самолеты Ф-16. И везде, кажется, политические решения приняты. Там нам уже 4 месяца рассказывают, что вот-вот летчики будут готовиться. На самом деле они давно готовятся. Но вот это оружие, это ясно, совершенно очевидно, что это оружие победы. Вот мы видим, что происходит на поле боя. И все военные эксперты прекрасно понимают, что если завтра вдруг в небе Украины появятся, скажем, две сотни самолетов Ф-16 и значительное количество, эта война закончится. Она закончится очень быстро, даже не военно, просто осознав это, что американцы решили предоставить оружие победы, она закончится, окружение Путина решит исход этой войны в Москве. Мы же все же понимаем, в том числе и американцы понимают, что позиции Путина, его личная власть резко ослабли в Москве. Вот я, кстати, побаивался немного и влияния этих двух людей. А то, что Салливан первым милицом был и в Копенгагене, и в Джиде, это так и планировалось, и осуществлялось. Не будет ли, не воспользуется ли Салливан вот этим лозунгом? Для чего собирались эти две встречи? Это как бы подвинуть позицию глобального юга ближе к западной позиции. А западная позиция, она официальная, она очень чёткая и замечательная. Это не только план Зеленского. Это 20-й раз, я повторяю, это три заявления Большой Восьмёрки, 14 октября, 14 декабря и в Вильнюсе во время саммита НАТО, что целями войны являют требования Большой Восьмёрки, полный вывод оккупационных войск, гарантия безопасности Украины в послевоенный период, восстановление Украины за счёт репарации и наказания уголовных преступников. Так вот, и будет ли, попытается ли группа Салливана Бёрнса добиться большего сдвига в пользу западной стороны глобального юга за счёт смягчения западной позиции? Сами они смягчить не могут. Всё это закреплено уже в документах Большой Семёрки, я её называю Большой Восьмёркой уже давно, в заявлениях лидеров. Я прекрасно помню вот эту сцену. В декабре стоят на пороге Белого дома Байден, дедушка, и Макрон, и Байден, и хорошо поставлен им голосом. Он говорит, никаких переговоров с Путиным, пока он не выразит готовность полного вывода всех окрупционных войск в территорию Украины. Эта официальная позиция не изменилась. Ну, мы же видим поток... Ну, вот я сегодня открыл, перелистал в телефоне всю сегодняшнюю Вашингтонскую прессу. Ну, основной мотив. И да, мы сочувствуем Украине, но мы же видим, что наступление не удаётся, победить русских им не удастся. Поэтому не стоит ли лучше подумать о переговорах, о мирном урегулировании и так далее. Вот эта готовность пойти на компромисс с русскими, в том числе и с израильными, она явно в американском политике, а внутри администрации она совершенно откровенно подчёркивается и поддерживается Бернсом и Селиваном. Но ничего подобного не было по трём причинам. Ну, во-первых, для этого как раз атмосфера как раз среди глобального юга была другая. Атмосфера была большое раздражение Москвой. Поэтому они как раз не были склонны к какому-то давлению на Украину. Второе – это точь, чёткая позиция Украины. Вот это тысяча раз повторенная, в том числе и Зеленским, метафора, что если пока хоть одна деревенька останется у оккупантов, мы не прекратим войны, мы будем добиваться полной оккупации или вывода оккупационных войск. И другой мотив, очень интересный, мы подробно с вами об этом говорили в прошлый раз, это публичное разоблачение секретных переговоров, «Секонд трек», который известный русский агент, а в то же время уважаемый член американского политика Томас Грэхэм, вёл, во-первых, 24 апреля в Вашингтоне с Лавровым, потом поехал в своей делегации, составленной из полезных буржуазных, в Москву и вёл там. То есть это было явно сведомо Соливана и Бёрнса. И вот удивительные бывают такие совпадения во времени. Вот сегодня российское телевидение с большой помпой, там целую неделю рекламируем, начали в который в тысячный раз трансляцию знаменитого сериала «17 мгновений весны» Штирлица. Оказывается, 50 лет исполняется. 50 лет исполняется с фильма Штирлиц. А, я напомню сюжет, его там помнят все анекдоты про Штирлица, а сюжет почти забыт. Сюжет в том, что Штирлиц сорвал попытку переговоров западных держав, конкретно Соединённых Штатов, с Гитлеровским рейхом. Ну, там натяжка была, конечно, историческая, никаких серьёзных переговоров Соединённые Штаты не планировали. Ну, был такой контакт, действительно, генерал Вольфер с Далласом в Швейцарии была одна встреча. Но удивительно, что одновременно с 50-летием и с новой трансляцией прошёл ремейк. Ремейк. Какие-то украинские замечательные щелицы повторили его подвиг и разоблачили, разоблачили попытку переговора Соединённых Штатов с Гитлером, с Путинским рейхом. Вот эта публикация «Москва-Тай», я просто не буду в десятый раз зачитывать, надеюсь, все как-то уже прошлись и по моим статьям, и по источникам «Москва-Тай». «Москва-Тай» записала где-то фактически доклад Томаса Грэма, наверх американцам, а о результатах его переговоров. Из этого мы узнали две вещи, что да, эти переговоры, да, естественно, на следующий день, это было 28 июля, офис Салливана с возмущением отказался, никакого отношения мы не имеем, никакого Грэма мы не посылали, и остаётся неизменной наша полиция. Ничего об Украине без Украины. Ну вот, необходимость отказываться от этих позиций, она сыграла очень важную роль, им теперь нужно, чтобы им поверили, как-то подчеркивать совершенно другую позицию. Поэтому, мне кажется, в целом эта встреча прошла благожелательно, но вот такой напор американской медио и значительной части американского политика, что всё равно где-то надо... Да, вот что меня бесит больше всего? Вот это как бы отстранённый взгляд. Вот люди смотрят в Америке, вот сражаются Украина и Россия. А вы как думаете, кто победит? А вы взвешиваете шансы? Так слушайте, результат-то зависит от одного, от оружия, предоставленного американцам. Американцы не могут так абстрактно рассуждать. Пожалуй, украинцы не смогут. Не смогут победить, да, полностью, если вы не дадите необходимое оружие. А если дадите это оружие, то эта победа будет зафиксирована уже даже не на поле боя, а политически. Почему так? Потому что те откровения Грэма, с которыми мы познакомились, там две части. Первая часть, он рассказывает о том, что он, во-первых, он встречался, как он говорит, с высшими чиновниками и советниками Путина. Он говорит, я сидел across the table, сидел с ним за столом. Он им сказал, вот, давайте вот такой план. План там омерзительный, там Крым навсегда, там остается, в четырех республиках, регионах проводятся референдумы, кто проводит, русские проводят, чтобы выяснить, что население предпочитает оставаться в России. Да, он там повторяет вот все эти формулы, что мы, американцы, не заинтересованы в сильной России, нам нужна сильная Россия, которая играла бы какие-то роли в геополитических раскладах, но это намек на ту идею, чтобы она как-то противостояла Китаю и так далее. Да, он там произнес фразу, что шансы украинцев на то, чтобы вернуть все оккупионы за литое ничтожно малы и так далее. Вот, это позиция. И он поехал, и это доказано публикацией в американской прессе, он первый раз обсудил эту позицию в трехчасовой встрече с Лавровым в Нью-Йорке 24 апреля, а потом он доложил об этом Совету Национальной Безопасности, то есть Салливана. То есть он поехал сведомо это представлял, и там он говорил, что это позиция Соединенных Штатов, позиция Вашингтона. Так, но Украина никогда не согласится на эту позицию, хорошо, что мы это узнали. КОНЕЦ